Из окон жилого дома валит густой черный дым, в квартирах пылает огонь, языки пламени вырываются из окон. Все это последствия взрыва бытового газа, который произошел на улице Зеленая в Химках. Взрыв произошел на восьмом этаже жилого дома. В результате обрушились перекрытия на седьмом, восьмом и девятых этажах. Взрыв был такой силы, что оконные рамы отлетели на десятки метров от дома, а разбитым стеклом засыпало припаркованные автомобили. У дома частично разрушен фасад, пострадали несущие стены. После взрыва под завалами находились люди. Сотрудники МЧС поддерживали с ними связь. По предварительным данным произошел хлопок газовоздушной смеси, затем пожар. Пострадало пять квартир, четыре из них выгорели полностью. Ощущение, как будто два огромных грузовика столкнулись. Очень страшный взрыв был и очень-очень сильный. И вместе с тем был еще шум от того, что полетели вот эти кирпичи, стены, все перекрытие. Вслед за оперативными службами на место происшествия приехал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Он распорядился временно разместить пострадавшие семьи в 16-й гимназии поблизости и обеспечить их всем необходимым. Мы организовали для вас гостиницу, номера, питание, транспорт. И у нас родился штаб-палатка во дворе. Если что-то нужно, заряди телефон, есть вода, выпить чай. Ну, все, что может быть и нужно. Всех эвакуированных жильцов дома, чьи квартиры пострадали, разместят в гостинице. На месте взрыва работали 8 регат территориального центра катастроф, 13 машин скорой помощи и санитарная авиация. В результате взрыва погибло 3 человека, 7 пострадало. Под свой личный контроль ситуацию взял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пострадавшим оказывается помощь. Соответственно, все, что касается выплат, они будут сделаны. Понятно, что этим не вернешь троих погибших наших жителей. С 5 по 9 этаж в течение следующих двух недель жители не смогут проживать. В течение двух суток сотрудники МЧС проведут полное обследование дома, чтобы убедиться, что жителям ничего не угрожает. Затем начнутся восстановительные работы. Во время встречи с главой ХИМа Дмитрием Волошиным к нему обратилась жительница из пострадавшего дома. К счастью, ее квартира уцелела, но она попросила заменить на кухню плиту, так как старая работала совсем плохо. Распоряжение тут же было отдано ответственным. В ближайшее время семья получит новую технику. По факту гибели трех человек в результате взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело. Первые выводы исследователи смогут сделать, как только свою работу закончат эксперты-криминалисты. Александр Гузаев, Дмитрий Бочаров, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ. Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.